Привет всем! Вы находитесь на канале о вязании. Канал называется Емеля Ниди. Меня зовут Юля. Сегодняшнее видео я посвящу тому, как у меня чуть ли не украли мой YouTube канал. У меня это в этом сезоне случилось уже в этом сезоне, этой осенью. Случилось уже в октябре и в ноябре это попытка. Слава Богу, я смогла отстоять свой канал, и сейчас я в подробностях стараюсь рассказать, как это все было. Я уже писала об этом пост в Инстаграме, и еще раз хочу сказать здесь, сейчас, что никогда-никогда не открывайте чужих неизвестных писем. Никогда не переходите по неизвестным вам ссылкам. И волк может прийти в обличие овцы, поэтому всегда проверяйте адрес отправителя. Рассказываю по порядку. На мой почтовый адрес электронный мне пришло письмо с именем от YouTube. Ну, было написано, что YouTube, вам пришло письмо. Я открываю письмо в полном спокойствии, и в этом письме написано, причем не текстовкой, а именно фотография. Ну, в общем, скрин как будто бы напечатанного чека, условно говоря. То есть я не могу выделить этот текст, просто картинка вставленная в поле письма. И в нем написано, на английском языке, значит, написано, что здравствуйте, с вашего канала поступает слишком много спама, поэтому это нужно исправить. И если вы не исправите ситуацию, то в течение 24 часов ваш канал будет заблокирован. Но меня это, конечно, очень сильно напугало. И внизу тоже эмблема YouTube. Я потом уже стала всматриваться, эта эмблема была не слишком отчетливая, такая слегка размытая. Я недолго сомневалась, и достаточно быстро я перешла по этой ссылке. И, честно говоря, дальше все как в тумане, я уже не помню, что было по этой ссылке, помню ничего. Пустота. Ну, я дальше, причем я это письмо открыла с телефона. Есть приложение, которое, есть приложение почты, я зашла через телефон. И, в общем, дальше я, наверное, начала пользоваться YouTube. В общем, как-то я перешла опять на свой канал YouTube, и я не смогла на него зайти, его не было видно. У меня под рукой был компьютер. В общем, ситуация у меня повторяется одинаковая, как в октябре, как в ноябре. В общем, вы слушаете, если у вас кого-то есть YouTube-канал, то запомните, пожалуйста, это то, что нужно переходить. Значит, если вы не можете зайти на YouTube-канал, заходите на свой Google-аккаунт, в раздел «Безопасность». И там есть «Безопасность», «Конфиденциальность», как так называется раздел. И там, в этом разделе «Безопасности» можно посмотреть, со скольких устройств сейчас выполнен вход на ваш канал, на ваш аккаунт. У меня было написано, что на мой канал зашли с моего устройства, значит, с компьютера, с телефона, из какого-то третьего компьютера, и даже написан адресат этого компьютера, и он находился в США, Вирджинии. И внизу хорошо есть кнопка, YouTube спрашивает, есть ли среди этих устройств не ваши. Я нажала, что есть, и отмечаешь устройство, и YouTube предлагает вам поменять пароль. Я быстро поменяла пароль. Я так понимаю, что я поменяла пароль на YouTube, а может быть и на Google-аккаунт, на почту. Не помню, на что он меняет пароль. Ну, короче говоря, я поменяла пароль. Да, наверное, вход на аккаунт YouTube я поменяла пароль. И вроде все хорошо, я успокоилась. И месяц спустя, вот это случилось буквально три дня назад, вновь я монтирую видео, занимаюсь с компьютером, очередной раз захожу на свой канал с телефона, с приложения телефона, и мне написано, попытка невозможна, невозможно обновить там приложение, зайдите позже. А второй свой канал я вижу. Я не поверила, значит, в эту фразу. Я бегом заходить на свой канал с компьютера. Та же самая история. Просто вот белый лист, нет канала, не существует. Я опять захожу через Google на свой аккаунт. Вновь зашли на... Вновь зашли на мой канал США, Вирджиния, на мой аккаунт. О, у меня руки затряслись. Вся застучала. Я бегом опять отмечаю, что это не мой компьютер. Мне опять предлагает YouTube сменить пароль. Я опять меняю пароль. И не понимаю, почему они вновь зашли. Начинаю проверять, и я меняю пароль. Но, видимо, это пароль от канала YouTube. Я сейчас могу что-то, может быть, напутать. Но вход на Google аккаунт у меня остался прежним. И я в срочном порядке меняю вход, пароль на вход на Google аккаунт. Поменяла. Поменяла все почты. И я уже видела, один раз у одной девушки так украли канал. Я смотрела это видео тоже на YouTube. И у нее так увели канал, она теперь не может туда зайти. Она создала новый канал, ей ничего не оставалось. И я сейчас вам говорю, если вдруг у меня украдут канал, значит, там они что делают? Они блокируют комментарии, комментировать видео невозможно. Поэтому, если вдруг, не дай бог это случится, и вы увидите, что все комментарии закрыты, то знайте, этот канал больше мне не принадлежит. Я создам новый канал и вновь выложу все свои видео полезные. Может быть, не очень полезные, кому-то бесполезные. Но, в общем, я все свои видео вновь тогда буду выкладывать на новом канале. Я буду развивать свой новый канал. Назовусь похожим именем, но слово Емеля на английском языке, мое псевдоним, он там обязательно будет участвовать. Поэтому, написав на английском языке название моего канала Емеля, я думаю, вы найдете в поисковике мой новый канал. Я желаю этим похитителям всего самого нехорошего, всего самого плохого в их жизни. Я вообще не люблю... Ну, никто не любит воров, я в том числе. Пусть это не по-христиански желать чего-то плохого человеку, но я не понимаю, как можно так делать. Ты возьми и, ну, как бы создай свое, заработай. Ты можешь не создавать, ты можешь пойти работать на кого-то, ты можешь заняться чем-то другим. Но это так постыдно. И все слова, мне кажется, которые я произнесу, не будут... не уместят в себе всего того вот моего чувства, которое я испытываю внутри вот этой грязи какой-то от этих людей. Ну, что-то ужасное. Очень неприятно. И я прям искренне желаю им всего самого плохого, с самого. Я общаюсь с одной тоже девушкой, с вязальным каналом она, и у нее тоже приходило такое письмо, но ей хватило разумности не открывать никаких ссылок, и она поменяла почту своего канала. Я попыталась поменять почту, я создала новый аккаунт на Google, но мне YouTube не позволил привязать мой канал к другой почте. Я сделаю попытку эту еще раз, но не знаю, насколько мне это удастся, не знаю, будут ли еще новые атаки, я попробую еще как-то выполнить систему защиты. И в связи с этим я не понимаю YouTube с этой стороны. У них так называемая трехфакторная, трехфазная система защиты. Я им предоставила свой телефонный номер, у них есть две мои почты электронные. Если вы видите, что на канал зашли с другого какого-то аккаунта, с другого города, проинформируйте меня об этом, потому что есть причем такие прецеденты, например, в другой социальной сети ВКонтакте меня тоже взламывали, и они зашли, когда на мой аккаунт мне сразу из ВКонтакта пришло письмо, на что в ваш аккаунт был произведен вход с другого города, вот так, с такого-то компьютера. Это вы зашли? И можно было ответить, да или нет. И ты понимаешь, что вход совершен, это твой компьютер или не твой. И этот прекрасный, замечательный YouTube, который принадлежит Google, или кому он там принадлежит, и они не могут обеспечить тебя защитой, безопасностью. Вот как бы хвалебно они не говорили об этом. Меня-то больше всего тоже очень так в недоумении и шокирует. Я так стараюсь развивать свой канал, они меня пытаются воровать. Это какая-то неприятная ситуация. Вот, в общем, я рассказала вам, вот, в общем, я рассказала вам, как я буду действовать, если, не дай бог, что-то произойдет. Пожалуйста, оставайтесь бдительными, чтобы не впускать никого чужого. Ни в свой дом, ни в свою почту, ни в свои данные. Старайтесь как-то внимательно и бдительно относиться. Сейчас же много мошенников, сейчас же еще и звонят по телефону. Кстати говоря, если вы не знали, вдруг, вот я недавно тоже узнала об этом, нельзя, когда вам звонят по телефону, там, спрашивают, там, это Татьяна, это Юля, и вы говорите, да, нельзя говорить, да, никому. Нужно, говорит, слушаю, внимательно, там, хорошо, но слово говорить, там, даже хорошо, нам нельзя говорить, нужно, говорит, я подумаю, неизвестно, там, не знаю, не ваше дело. Но, говорит, да, нельзя, потому что потом эти мошенники смонтируют аудиозапись и подставят ваш ответ да на вопрос какой-то другой, когда они будут задавать, и вы будете отвечать да на что-то совершенно иное. Даже не хочу предполагать, что, на то, что вы бы обязательно сказали нет. Будьте бдительными, никому не верьте, никому не доверяйте. Это, конечно, очень неприятно, что приходится постоянно быть настороже, в каком-то напряжении. На самом деле, все люди не братья, все хотят у тебя что-то украсть, ввести, отнять. Вот. Ну, давайте, может быть, на какой-то хорошей ноте завершим это видео. Я надеюсь, все будет хорошо, все мне получится, зачистить мой канал, может быть, какой-то вирус поставить. Я не знаю, если, кстати, вы знаете, как с этим бороться, пожалуйста, скажите мне, чтобы я как-то вышла из положения из этого и смогла, в общем, подальше отвести этих мошенников. Помогите. Ладно. Хорошего всем дня. Пока.